Кстати, а что с вагнеровцами? Мы в эфирах это неоднократно обсуждали в последнее время, но вот сейчас для наших зрителей есть информация о том, что они где-то на Бахмуте, есть информация, что они подписывают контракты с Минобороны, есть информация, что их на временно оккупированные территории посылают в ту же Росгвардию. То есть какова их судьба сейчас и какова судьба, я не знаю, можно ли вообще вагнеровцев и вот таких заключенных, которые подписывали контракт с вагнеровцами, вообще в одну строку вписывать? Вы знаете, да, я думаю, что да, все верно. Дело в том, что когда началась полумасштабная военная агрессия и когда в конце концов вступил в бой ЧВК «Вагнер», это было с июня 1922 года, все-таки с февраля и так не было, в июне Вагнер появился на фронте вместе с заключенными и не предполагал тогда, что Пригожин поссорится с Шойгу, то есть предполагалось, что Вагнер будет там всегда, пока идет война, и пока идет война, Вагнер будет подписываться с заключенными и все будет хорошо. В смысле, будут местные штурмы, они там будут погибать, будут еще новые заключенные и новые заключенные, новые местные штурмы. И это очень эффективный путь и разгрузки пенциарной системы, и снижение криминального уровня в России и так далее, и так далее. Кто не предполагал, что Пригожин поссорится с Шойгу, и Вагнер вдруг уйдет с фронта. А он ушел с фронта в феврале, и вагнеровцы заключенные были распущены по домам. Пригожин говорил, что их 32 тысячи человек. По нашим данным, в Руси сидящей нет, их было меньше, от 22 до 25 тысяч, но все равно много, все равно это много. И вот эти люди, преступники, которые не отбыли свой срок, у которых есть очень много в голове травматических синдромов, постпенциарный, пенциарный синдром плюс военный синдром. И, конечно, мы наблюдаем все время и видим сообщения о страшных, совершенных влачных преступлениях. Конечно, они на свободе себя не находят. Конечно, они никак не обеспечены ни социальной защитой, ни постпенциарной реабилитацией, ничем они не обеспечены. И они совершают новое преступление. Более того, был в России такая волна беспокойства, а ха-ха-ха заключенным бывшим вагнеровцам дали право без экзаменов поступать в лучшие вузы страны. Много их поступило. Ответ – ни одного. Ни одного. Без экзаменов на бюджет. Ни одного. Им не нужно учиться. Им не нужно работать. Они не хотят работать. Они не хотят учиться. Они хотят дальше убивать. Они там себя нашли. Пригожин, собственно, нашел и придумал формулу, которая абсолютно универсально работает почти с любым насильственным человеком, который никогда никому не был нужен, особенно заключенный. Нет семьи – не будет. Нет работы – не будет. Нет дома – не будет. Никому не нужен с самого начала. Кто-то сказал – ты нужен, брат. Иди к нам, в наше мужское братство, на войну. Ты вот здесь, против НАТО, вместе с нами. Ты нам так нужен оборонять Россию от этих чудовищ. И люди почувствуют на себя, вот слово «нужны». Они услышали первый раз в жизни. И, конечно, они не собираются, и они не знают, как найти себя в мирной жизни. Они хотят назад. А Пригожина – нет. Поэтому, да, есть пылесос, который называется «Росгвардия», который приглашает на оккупированную территорию. Для заключенных «Росгвардии» – это зашквар. Ну, понятно, да? Есть, конечно, возможность заключить контракт с Минобороны, но дядя Жень боролся против Минобороны. Тоже не очень. Есть, конечно, путь. Не всех очень быстро проходит этот путь. Очень быстро. Еще раз вспомню. Очень быстро. И сразу на этапе СИЗО снова завербоваться – это есть. И поэтому Путин так быстро сообразил. На самом деле, это решение, честно говоря, эффективное. Когда он взял этого Седова, этого Трошева, и назначил его отцом Вагнера. Это эффективное решение. Это эффективное решение для России так таковое. Потому что, во-первых, он получает очень большую добровольную массу мяса. И он как пылесос вытягивает из России тех самых заключенных, кого никто не заинтересовал. Они должны быть снова на фронте. Никто не предполагал, что они выйдут по свободе, будут убивать маленьких детей, старушек и так далее. И вот теперь они снова будут на фронте. А это то, что надо. Они погибнут очень хорошо. Это снижение нагрузки для бюджета. Их надо ловить, их надо судить, их надо сторожить, их надо куда-то вывозить. Они совершают преступления новые и новые. Вот они на фронте, они привыкли к крови. Они ничего не боятся. Их никто не ждет. Они эффективные штурмовики, плюс ко всему почуявшие запах крови. Любящий запах крови. И это, конечно, такой ресурс, которым Путин не будет разбрасываться. Это же надо, чтобы президенту так дороги были зэки на свободе. Но мы же видим это каждый день. Он же даже объявил минуту молчания в честь погибших зэков. И встали какие-то люди в фуражках, которые даже не додумались их снять. Но молчание – это шапки долой, господа. Но это, видимо, не входило в ритуал. Субтитры создавал DimaTorzok